Он прошел все горячие точки на Донбассе, но погиб под колесами лихача. Чуть меньше месяца назад 23-летнего бойца АТО Богдана Кузыка на бешеной скорости сбил автомобиль черкасского бизнесмена. Все это время полиция перекидывает уголовное дело о смертельном ДТП из одного отделения в другое, а водитель машины гуляет на свободе. Почему, расскажет Станислав Кухарчук. Награды, синий берет и фото с траурной лентой. Это все, что осталось у Натальи Александровны от ее младшего сына Богдана. В свои 23 парень прошел АТО, выжил после тяжелейших ранений, а погиб на дороге. Вечером 23 августа на мопеде парень направлялся к матери, чтобы помочь довезти сумки до дачи. Машина черкасского предпринимателя Александра Полишко сбила Богдана буквально в километре от места встречи. Когда мама прибежала на место ДТП, сын был еще жив, а его убийца пытался избавиться от доказательств. Картина на месте ДТП шокировала даже опытных водителей. Машина протащила мопед Богдана почти полторы сотни метров. Авария произошла на глазах у десятков очевидцев. У въезда на черкасскую дамбу придорожный магазин, две заправки и рынок. Но найти свидетелей оказалось нелегко. По телефону нам удалось связаться лишь с работником одной из заправок. Он рассказывает, машина летела на бешеной скорости. Он даже не пытался затормозить. На мою думку, что он просто его не заметил и ударил его прямо по центру. Он даже не пытался как-то обмынуть. Богдана с машины аж скинул через 82 метра. Сослуживец Богдана показывает схему ДТП, составленную полицией после аварии. Водитель иномарки врезался в мопед как раз на островке безопасности, когда Богдан поворачивал на другую сторону дороги. Алексей уверяет, на этой схеме расследование и заглохло. Производство по факту аварии открывало Золотоножское отделение полиции. И лишь через две недели районные правоохранители передали его в Черкассы. Или полная некомпетенция, или затягивание дела. Должен быть следственный эксперимент, должны быть экспертизы. А если погода ухудшится, то в этом году возможно не получится их провести. Водитель машины с родственниками погибшего и журналистами общаться отказывается. Его версию обнародовал защитник Василий Демчик. Совсем недавно этот адвокат добился условного срока для убийцы Ильи Новикова. Вины своего нынешнего подзащитного Василий Демчик тоже не видит. Дескать, ехал с допустимой скоростью, а мотоциклист сам бросился под колеса. А то, что автомобиль протянул мопед больше сотни метров, объясняет просто. Это как бы на санках. Вас кинуть на санки и запустить. С швидкостью вы ехали 50-60 километров. И раптом вас садят еще на что-то. Вы хотите затормозить, а нет чем. Установить правду могли бы дорожные камеры наблюдения и видео с регистратора автомобиля. Прокуратуре уверяют, что следствие обязательно их учтет. Мы все это знаем. И в процессе, в ходе досудового расследования, все это будет проверено. И на данный момент они долучены. Долучены камеры. Видео, камеры спостережены. А вот с экспертизами сложнее. Как правило, они могут тянуться месяцами, а иногда и годами. Ускорить процесс и полиция, и прокуратура не в праве. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область.